Алексей Ильич, прошел Всемирный экономический форум в Давосе, и там было очень много вопросов, которые касались ни экономики, ни политики. Они напрямую забирались в человеческую природу, в устройство этого мира. И было такое ощущение, что как будто группа людей собралась на земле для того, чтобы показать кулаком на небо и сказать, что мы здесь боги. А еще не факт, что ты там за потолком существуешь. Это касалось и пандемий, которую там новую объявили. Будет страшнее ковида, стопроцентная смертность уже проверили на очеловечных мышах. Но правда, еще так и не разобрались, что и зачем будет следовать. С другой стороны, вышел советник главы этого форума, Юваль Ноль Харария, который говорил, что искусственный интеллект перепишет и Библию, и Коран, и все священные тексты и создаст что-то такое настоящее, нерукотворное, нетленное, что будет регулировать человеческую жизнь. Вот такая религия от внеземного разума, первая, которая появится, как анонсировал он. Сказал, что искусственный интеллект настолько станет продвинутым и изощренным, что холодильник станет вам ближе мужа, будет определять ваше настроение, предлагать вкусную еду, то, что у вас внутри, будет включать музыку и станет ближе, чем самый родной человек. То есть они говорят о том, что это больше не бездушная машина, мы вдохнем в нее душу. И она будет уже как человека с сердцем. – Алексей Ильич, вот стоит ли этого бояться, не стоит этого бояться? Мы такое уже проживали, может быть, и через другие страсти, через другие попытки поменять этот мир? Или это что-то такое новое и невозвратное? – Во-первых, ничего тут нового, просто уровень другой, поскольку характер познания материального мира углубляется. Это естественно. Поэтому ничего принципиально нового нет. Бояться – нет. В каком смысле – нет. В том смысле, что это обязательно будет. Потому что научно-техническое развитие, оно идет в этом направлении, и это будет. Хотя бы мы всеми четырьмя этому противились, и отрицали, и отвергали, и, я не знаю, что делали, и проклинали, но это идет, и это будет. Вся суть поэтому не в страхе и не осмыслении того, что нет ли тут чего-то такое принципиального. Нет! Дело не в этом. Как просто с христианской точки зрения оценить характер этого развития? Мне бы надо сказать, это уже совершенно очевидно. Здесь же совершенно отсутствует мысль о том, что человек – это не только биологическое существо, это не только психи, а есть еще нечто неуничтожимое, которое является личностью. И эта личность существует не сама по себе, а существует, оказывается, есть Бог. Так вот, вопрос о том, кто есть Бог? Каковы возможные отношения человеческой личности с Ним? Есть ли вечность или нет? Вот какие вопросы должны обсуждаться на международных или всемирных, тем более, форумах. А мы все копаемся в грязи, в земле, копаемся, роем, роем. И что дальше? Ну, хорошо, холодильник. И что дальше? Что дальше? Об этом никто не думает. Мы живем просто удивительное дело. Мы живем как бессмертный здесь, на земле. Я бессмертный. Ну, ты же понимаешь, что, Харари, что ты смертный или нет? Уже забыли. Вот это подумайте только. Это гомо сапиенс не знает самые важные вещи, которые – что ты смертный. И что дальше? А ты дальше, дальше думаешь или что с тобой, с тобой? Нечего говорить там с человечеством и так далее, заполнять туманом. А с тобой что дальше? К сожалению, этот вопрос не ставится. Или ставится то, что я читал ещё, вы знаете, ещё в советское время, читал в газетах. Да, мы достигнем чего? Бессмертия. Интересно, как, чего это, конечно. Да, но достигнем бессмертия. Мы станем богами. Мы будем перелетать не только с планеты на планету, но другие созвездия. Всё это писалось прямо. Представляете, глупая гордыня. Я больше другого ничего не могу сказать. Какая-то глупость. Прёт – и всё. Так человек, вот, я сейчас живу, мне скажите, я должен решить вопрос. Действительно, я только животное? Моё тело умирает, и всё кончено. Или действительно передо мной открыта вечность? Вот какой вопрос надо решить. Это первый же вопрос. Смысл моего бытия. И вдруг умнейшие действительно люди, смотрите, какие лбы, и чем занимаются, в грязи копаются. Боже мой! Да какого родства мы достигли! И что же дальше? Ведь мечта-то какая? Достить, найти ген старости? Найти ген, я не знаю, что, смерти или жизни? Уже чего? Да, и что дальше будет? А что дальше, скажите? Найдёте дальше, что будет? Да мы уже сейчас, уже в ужас приходим от этих Гитлеров или Сталинов, или кто как думает, да, Неронов и так далее. И если они бессмертны, и если в их руках будет власть, что же тогда будет с теми, у которых не будет этого бессмертия? Вы слышите, к чему идёт дело-то? Кучка, ничтожная кучка, допустим, людей, властителей, у которых действительно найдут это всё и сделают их бессмертными. А что будет со всеми смертными? О-о-о! Это уже будет такое рабство, которое никогда в истории не было. Не знаю, и не будет. Не дай бог, если это будет. Человек, который нравственно и духовно не развивается, он ужасен. Человек без любви – это не человек, это дьявол. Вот к чему фактически направлено сейчас это развитие научного и технического, я не знаю ещё какого, интеллектуального развития. Дальше что? Что же в тупик же? Дальше что? Скажите. Бессмертие. Мы сейчас вот живём, пожалуйста, и не можем ничего сделать. Никакого мира во всём мире нет. Неприемные войны только, истребления, болезни и всё мечты. Мы победим болезни, мы победим смерть. И вот кормят нас этими мыльными пузырями. Боже мой, какое безумие! Действительно, даже не за чечевичную похлёбку продаём. Там хоть была чечевица, и Исау хоть чечевица наелся, насытился. А тут что? Пузыри мыльные. – За обещание понюхать чечевичную похлёбку. – Вот беда! Вот что я могу только сказать об этом. Очень печально, что люди, которые по своей природе, кажется, очень с высоким интеллектуальным развитием, с такими возможностями, совершенно потеряли вот это направление, главнейшее направление своей жизни. Главнейшее! Человек избери! Наконец-то должен избрать два варианта. Или ты будешь вечным животным, хотя бы получил бессмертие, или ты будешь человеком. Где этот образ будущего человека? Нашли или нет, где мы? Где этот образ этого идеального человека? Где картины? Изобразите его, пожалуйста! В Евангелии он есть, этот образ, этот совершенный образ Христа. Он есть! А дальше что? Ну, Достоевский попытался, написал, вынужден был сказать «идиот». «Сервантес, пожалуйста, вам, Дон Кихот». Эти попытки найти, где же этот идеальный образ? Да дан он уже в Евангелии, вот он идеальный! Так надо будет стремиться к нему! Искусственный интеллект, он скоро замерит людей. Но зачем люди нужны? Это Папа Римский не упомянул ни разу Христа. Ватикан прямо уходит от Христа. Человек, у которого идеал не любовь, он страшен. А вот сейчас спросите, где этот идеал? Вы скажите. Достоевский очень хорошо сказал, без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. Где высшая идея? Где высшая идея? Какая высшая? Запад весь находится какой? У них высшая идея. Высота какая! Животная высота! Деньги и развлечения! Всё, больше ничего! Деньги и развлечения! Вот в чём захвачены все люди! Мистика! Только какая мистика-то? Мистика, которая копается во всякой дьявольщине только. И всё! Мистика без Бога! Вы подумайте только! Чем занято? А ведь вопрос очень важный. Где решение, пожалуйста, международного, всемирного форума? Где тот человек, тот идеал, к которому мы должны стремиться и сделать всё возможное, чтобы каждый человек был устремлён к тому, чтобы стать таковым человеком? Где он? Нет! Даже вопроса нет! А если предлагают нам такие идеалы, то это какие? Какие идеалы? Миллиардер, триллионер! Простите, что это такое? А где человек-то? Нет его! Вот это беда! Но! Ну и сам Христос сказал об этом, что это всё будет. И пророки об этом сказали. Апостол. В Евангелии это написано уже две тысячи лет тому назад, что, оказывается, наступит это время, когда люди перестанут слушать здравоучения и все погрузятся, погрузятся буквально, погрузятся в эту животную, животную жизнь. А человек станет, что? Машиной. Уже Аллометри писал человек-машина, написал книгу. А теперь уже мы видим, да, искусственный интеллект, он скоро замерит людей. А зачем люди нужны, когда всё искусственный интеллект будет делать? Людей надо всех давай уничтожать! Вот эта группа бессмертных, если это такое случится, найдут. Они оставят каких-то рабов, какое-то количество людей, а основной всё будет делать, управлять искусственный интеллект под их руководством. И ни один человек не сможет, наверное, даже подумать о протесте, потому что, наверное, научатся узнавать и даже мысли. – Но они тоже обещали. – Вот будет рабство. – Там удивительно. Я думал, что это фантазии. Они обещали, что могут сканировать то, что находится в голове. – Да, мысли. – Раньше могли заговоры твориться, восстания, революции. Могли всё. А теперь нет. Будет такое рабство, что никто не сможет пальцем двигаться. вопреки этих богов, которые станут во голове человечества. Ох, какое будущее! Боже мой! Это поистине мрак! Мрак! Это же дьяволы! Потому что человек, ещё раз повторяю, у которого идеал не любовь, и который сам не обладает этой любовью, он страшен. Этот человек страшен. И это как раз преподносится сейчас как наше счастливое будущее, как достижение, величайшее достижение человечества. Боже мой! Отвергли идеал любви, отвергли науку приобретения любви, отвергли Христа как реальный образ этой любви, и сейчас что строим на этом месте? Кто на этом месте? Скажите, кого? Где этот образ? Дайте, я опять повторяю, это страшно. Никого представляет вот этот вот дьявольский образ бессмертного властителя. Вот, наверное, антихрист и будет таковым. Ну, там отметились два религиозных деятеля на Всемирном экономическом форуме. Первый – это шаман, который для этих миллиардеров провел прямо на сцене обряд. В деталях его не разбираюсь, но это вот один религиозный деятель. А второй – это Папа Римский, который отправил поздравительное письмо в Давос. И вот тоже там люди, которые почитали, посмотрели, говорят, не упомянул ни разу Христа, но сказал, что здесь решаются самые важные и самые передовые вещи, которые будут направлять наше будущее. Да, Ватикан, он прямо уходит от Христа. Уже Ватикан и Христос – это вещи совершенно противоположные, это идеологии противоположные. К сожалению, великому это так. Вот так, можно сказать. А почему так получилось? Это Ватикан ушел от Христа, то есть его же всегда здесь, я помню, преподносили, как вот это идеальная модель для нашей церкви, вот посмотрите, сколько они социальных дел выполняют, и там миссия, и здесь, если нужно, как-то ответят, и сериал про себя снимут. Тут, кстати, опубликовали в сети инструкцию для католических священников, как они должны благословлять однополые пары. Ну и там главный смысл сводится к тому, чтобы все это делалось очень тихо, чтобы не было никакого скандала. Вот теперь я вижу по документам, которые оттуда приходят, что многое они очень хотят делать тихо. Если вы это делаете, только чтобы не было общественного резонанса и большого скандала. Это пока, это пока. Пока еще нельзя действительно будет общественный резонанс будет, потому что пока еще довольно большой. Но ничего, ничего. Окно, вертона, все сделают. Скоро, скоро будет и открыто это делать. Нет, просто наступает эра сатанизма. Вот в чем дело-то. Была эра материализма. Материализма. Когда материализм являлся такой, ну, кажется, мощной идеей, которая поглощала действительно множество людей. Но человек не может остановиться на материализме. Потому что понятно, это бессмысленно. Он должен обратиться в область духа. И вот эта область духа сейчас, она, оказывается, вся концентрируется в мистике. Ну, вот наиболее, может быть, ярким выражением, сильным движением являются нью-эйдж. Это новая эпоха, что ли, которая впитала в себя довольно много различных каких-то мистических течений, там можно всё, любая мистика. Нет только Бога. То есть, речь идёт, употребляется это слово, но он абсолютно не нужен, потому что он будет мешать. Всё позволено, любые мистические направления, любой сатанизм, всё, что угодно, любой оккультизм, только не Бог христианский. Да, это явление совершенно очевидное. Наступает эпоха сатанизма именно, когда будет поклонение ему, ему именно, сатане, в отличие от Бога. Где эти носители, где эти идеологи, о них никто не знает. Это интересная вещь, но вся пресса чувствуется в руках их. Вся пресса. Я говорю, пресса Европы, Америки, то есть да. А почему они перестают скрываться? Вот раньше как бы это всё были какие-то тайные общества. Игнатий Бринчанинов тоже писал про масонов, что это всё такие закрытые какие-то клубы. А теперь ну вот прям хоть смейся, хоть падай, а это реальность, что на каком-то официальном заседании в Соединённых Штатах, где читают все традиционные конфессии, там, свою молитву, вышел сатанист и вот ему слово, и он читает молитву сатане. И это никто не прячется, там, церковь сатаны, никто не прячется. Почему они вышли наружу? Сатана постепенно выходит наружу. Когда была революция, батюшка Никон говорил, как будто ад выплеснул на землю. Революция 1917 года, как будто ад выплеснул на землю, что происходило в нашем обществе. Но ещё было много противников же, ещё всё-таки в мире много христианства, да, но постепенно с ним идёт отчаянная борьба, повторная. Была борьба в первом веке, три столетия гнали, повторялись эти гонения неоднократно в истории и сейчас уже, видимо, вышли на последний уровень, когда уже всё человечество демонизируется, когда сама идея Бога-любви исчезает из всех обсуждений, из области философии, из области психологии, из области политики, их даже и говорить нечего. Вот так. Но из области культуры во что превращается. Где там красота? Нет. О красоте забыли. Вот так. Печать антихриста. На лбу печать. Это печать на уме. Как христианину, православному человеку такие времена переживать? Веруй и старайся вести правильную христианскую жизнь. Алексей Ильич, вот в лавре нашел такой уже, наверное, уже исторический такой документ, листовки, которые раздавали про ННН, про печать антихриста. И тут прям вот с примерами, где печать должна быть на правой руке размещена, где на лбу, про три шестерки. Но вот шутками смеемся над этими такими переживаниями, а сейчас как будто бы они заново их достали и везде пытаются воткнуть вот эти вот символы. Кто они? Ну вот даже тот же форум в Давосе, который мы берем, вот везде эти символы как бы, ну, может, в насмешку они их прокидывают, а может быть, специально с ними заигрывают. Что вот с чипами, что с этими тремя шестерками, что с этим сатанизмом. Будто бы пытаются поглумиться в лицо. Ну, насчет печати я вам скажу. Апостол Павел пишет «Вы печать моего апостольства». Пишет христианам «Вы печать». Нельзя же понимать печать обязательно в грубом смысле, вещественном. Какой-то деревяшка или металл, который намажен и тебя поставит в лоб или на руку. Конечно, может быть и такое. Может быть такое. Не знаю, когда вот мы говорили о том, что будет в конечном счёте рабство, страшное рабство, когда тираны, ну, сущие сатанисты станут в голове и вот над оставшимся человечеством могут делать всё, что угодно. Возьмут и сделают, и поставят и внешнюю печать. Но это внешнее, это чепуха. Главное, это совсем другая. Отцы как толкует эту печать? Вот Андрей Кесарийский, да, он говорит, на лбу печать, это печать на уме, ум наш. Вот тебе, Давос, и чем же эти умные люди занимаются? Смыслом человеческой жизни? Образом идеального человека? Пониманием того, как правильно жить? Нет, этим не занимается. печать на лбу, на уме. А печать на правой руке, он также объясняет, говорит, рука правой является символом вообще человеческой деятельности. Вообще, это символ человеческой деятельности. Ну, правая рука самая... Весница. Право руки, так, да. Вот так, что вся человеческая деятельность, она будет направлена исключительно на вот ту земную сторону жизни, которая абсолютно ничего не дает человеку с точки зрения вечности. Вот, пожалуйста, вам другое. Видите, печать апостольства. Вот, он говорит, печать на уме и на деятельности. Вот. Или уже, не знаю, может быть, когда-нибудь и штамп поставят, может, как немцы ставили же знаки, так, может быть, и это будет. Какое это имеет значение? Главное, конечно, как мне кажется, главное, печать на уме, на душе человеческой. Вот что! Вот это страшно! Когда совершенно иссякнет даже мысль о Боге, о будущей жизни, об образе святости со всеми ся. Вот это будет самая страшная печать. Её-то больше всего и надо бояться. Как я вас понял, что это может всё прийти к таким гонениям, как были в первый, там, первый, второй, третий век? Ну, нет. Гонение, оно так, оно уже сейчас идёт. Знаете, каждые пять минут, сейчас уже, наверное, уже не пять минут, а четыре или три минуты в мире погибает христианин только за то, что он христианин. Не почему-либо другого. Уже гонение идёт. Причём распространяется, очень сильно, но самое любопытное, что это происходит не только где-то в Азии и в Африке, не только, а что это происходит в Европе и в Америке, Соединённых Штатах и в Канаде, когда идут кощунства в отношении Христа, издевательность над богослужением, над святынями и так далее. И эта борьба идёт очень, надо сказать, очень успешно. Успешно. Прогресс очень большой. Уже сколько угодно. Закрываются храмы, христианские, полно в Европе, в Америке. Алексей Ильич, а как христианину, православному человеку такие времена переживать? Потому что одно дело, когда храмы открыты, всё спокойно, а другое дело, когда это уже гонение. И то, когда храмы открыты, там, хочешь в брюках, иди в брюках, хочешь без платка, да заходи без платка, да я уже без платка не хочу идти. А тут ещё такие времена, когда сложные будут. Точно так же, как и всегда. Как это было сначала, так будет и до конца. Точно так же. Веруй и старайся вести правильную христианскую жизнь. Насколько у тебя хватает сил, да, и насколько позволяет вся окружающая действительность. Я говорю, в каком смысле, что есть церковь – хорошо, нет храма – значит, без храма. Всё то же самое будет. В I веке тоже храмов не было. Тоже не было. Но там, правда, всё-таки созидались постепенно общины. Сейчас эти общины разрушаются, а не созидаются. Так что, значит, мы идём к тому концу, о котором сказал и сам Христос, прямо, и апостолы. Но один интересный момент подчёркивает, что этот конец будет моментальным. Как сеть находится, ходит раз и ловится? Земля и все дела, которые на ней сгорят, да, об этом постоянно подчёркивается этот момент. Уж как это произойдёт, почему и что? Ну, об этом говорить трудно, но христианам как? Христианство же внутри человека. Внешняя сторона, она лишь постольку, поскольку это возможно, существует, а внутреннее никто отнять не может. Никто не может отнять у человека, если он следует искренно и твёрдо тому, о чём учил Христос. Повторяю, вся суть христианства в правильной христианской жизни, все внешние формы, они постольку, поскольку. Храмы нужны? Да, очень хорошо, но множество спасались без всяких храмов. Таинства хороши? Да, не хороши, они даже прям необходимы, но многие спасались, почти не приняв ни одного таинства. Первый в рай вошёл бандит, который ничего не принял, ни миропомазания с крещением, ни причащения, ничего. правильное духовное состояние, оно определит состояние последних христиан. Продолжение следует...